Нам дали очень интересный ответ, что ни одна помойка в план благоустройства не входит. Я бы очень хотел, чтобы вы уделили нам 10 минут и прошли по периметру, и посмотрели помойки возле детского сада, брошенные погреба, в местах, где варят ханку, где собираются алкоголики, где гадят. Разговор властей с местными жителями был не только про деревья и кусты. Многих волновал вопрос и про чистоту в Мизюлинской роще. По словам жителей, эта территория превратилась в место для нетрезвых пикников. Для снижения вандализма управляющий изумрудным парком Владислав Вакаев предложил идею, как решить эту проблему. Все уже раз за разом говорят о безопасности. Вы знаете, проблему в изумрудном безопасности решило всего 11 камер. Мы поставили 11 видеокамер, и все, и вандализм исчез полностью. Потому что уже люди понимают, у полиции это все на выводе. Обсудив проблему с безопасностью, городские власти и местные жители обсудили само восстановление Мизюлинской рощи площадью 11 гектаров. Здесь должны появиться пешеходные дорожки и детская площадка. Проведут освещение, установят скамейки и урны. И самое главное, высадят около 700 деревьев и кустарников. Здесь всегда рядом. Проходим рядом, но убираем аварийное дерево. Оно помешается. И вот аварийное дерево. Здесь фактически получается раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот эти полностью стволы. Да, да, да. Полностью стволы убирают. Кроме вот этих, получается, трех. Вот живые деревья, живые деревья остаются. Все засохшие, сухостой убирается, аварийное. И перед нами стоит большая задача. Очень оперативно и в сжатые сроки собрать, аккумулировать все эти предложения, которые сейчас поступают, по возможности внести в проектную документацию для того, чтобы подрядчику выдать на реализацию. Мы договорились сейчас с представителями актива о том, что они выберут группу людей, которые саккумулируют мнение всех. Задача, наверное, основная – сделать этот проект народным. Чтобы вот эта территория, Мизюлинская роща, была действительно удобна для наших граждан. И все то направление, все те дороги, по которым они привыкли ходить, мы обязательно учтем в проекте. Стоимость всего проекта – 58 миллионов рублей. Согласно графику работ, к устройству покрытия подрядчик приступит уже в мае. А полностью завершить омоложение рощи должен не позднее сентября этого года. Дмитрий Дроздов, Николай Шилко. День с толком.